Из боевого у нас находится бандолера, из нее бойца патронов, патронов, два коробчатых патронов и дополнительный патронов под ножками. А да, посмотрите, как они сидят. Они что там заряжают, видишь, эти? Если патронов, которого нет, расстрелы по командировкам командира, там было нельзя, чтобы патронов. Вторая часть... Тихо, он рассказывает, смотри. Это то, что на жизнь обеспечить. Сухарный мешок. У него понятно, что сухарный мешок родился тот сухпайок, который был на человеке. Торбе, это называется вишмешком, чтобы мы сами для себя не путались, потому что у нас был мешок такой армейского босса. Вишмешок в паркестанском босса, который пошел вперед, он называется Торбе. Мы на себя называем этот Торбе. В Торбе приторочено полотнише палатки, можно ничего не видеть. Из таких палатки бралось шесть человек, из них собиралась одна палатка. Там весь лагерь, мы сейчас только позже пытаемся построить. Для того, чтобы поставить палатку, два человека понесли полустойки, ставились. Остальные, если колышки, которые раздеваются и растягиваются. Получалось палатку из шести палаток. Из них пять человек отдыхалось, что охраняло. Потом они менялись. Сейчас мы туда в пятером не залезем, дай бог в четвером. Средний рост солдата русской пиратовской армии на шестнадцатый год был метр шесть два. Кроме этого, у нас фляжка, допас воды, котелок, который подсказки. Уже с шея в русско-японской армии поняли, что для защиты солдата нужно накапывать. Солдаты учили самовы накапывание, то есть они должны были. Если мы залегли, начали копать перед собой ровик, потом такая боли, ямочки, чтобы можно было стрелять с коленок. Потом в советской армии солдаты сами себе выкапывали чейку, по чейку собирают кодами. В российские пиратовские потом приходили инженеры, выкапывали окон полного фронта. Если бы с коня, он был очень глубокий, широкий, и были такие барбеты для стрелков. Это дело закончилось, когда во время войны каким-либо пометом минометом. Для того, чтобы снаряд, попадавший в окоп, не убил всех, они были в окопе, в окопе делали бедзюгами. Но в перерывающий момент, что-то должно так. В подразделении должно быть несколько лопатов, одни ножницы для линских крючков и топором на задание. Соответственно, у нас котелок. Один из них... Рудимент. Нет, штанова уже не было. Русская армия, ну, в музее была такая армия рудимент. Офицеры с шашками, пехота сожжение ментов, штуками, практически копья. Соответственно, один из рудиментов, например, в СКАР. Считалось, что штатка, она... Шинель, это матушка-солдат, она его греет, въем-спим, ее одеваем. Никаких шпалаток не было. Вот это именно полуточек-палатка, она не предназначена для одевания человека. Он его растянули, там ничего нет. Если идет дождь, шинель, накид, удалить, накид. После холода в рукавах. Ну, башлык это один из вариантов зимней походной одежды. Башлык или, что-то она меняли-отменяли, или башлык с фуражкой, или вот там попавки. И вот эта такая штатка считалась, что солдат в ней должен быть защищен от ударов шашкой сверху с коня. Не знаю, по-моему, там водошли уже не было, но поспали. Кругом. Вот. Никаких разгрузочных элементов, потому что шфурмовых элементов. Германские парни, российские, генеральские, так и не придумали. Вот так до конца, примерно вот так вот отбивали. Парни, потом не забудьте поймать, пожалуйста. Спасибо.